Холло МЦ «Химик» заполнен молодежью. Такой ажиотаж вызвал не звездный концерт и даже не фестиваль КВН, а полуфинал второго областного турнира интеллектуальной лиги «Зачет». 25 команд, представляющих омские вузы и СУЗы, а также независимые коллективы, собрались здесь, чтобы проверить свою эрудицию, пообщаться и провести вечер с пользой для ума. Для того, чтобы попасть сюда, молодые интеллектуалы прошли жесткий отбор. На путевку в полуфинал претендовало ни много ни мало порядка 150 студенческих команд. Учитывая это, можно смело сказать, что собравшиеся здесь лучшие из лучших, и специально для них организаторы игры придумали 40 непростых вопросов на самые разные темы и даже несколько заданий совершенно нового формата. С начала года провели больше 20 игр, сами разъезжали по вузам, по СУЗам, собирали самых талантливых, самых интеллектуальных студентов, и их оказалось больше 150 команд. Мы надеемся также, что к нам еще больше команд придут, и все остальные команды, которые к нам приходят, всегда, мне кажется, мы получаем только положительные отзывы об играх, потому что атмосфера непринужденная, мы любим и пошутить, и посмеяться, и чайку попить с печеньками, и, конечно же, поотвечать на умные вопросы. Поэтому ждем всех абсолютно, каждого студента, для того, чтобы развиваться, расти, узнавать что-то новое. Первая часть игры прошла в традиционной вопросной форме. Участникам предстояло узнать Роберта Денира в детстве, вспомнить, в какой редкой номинации получил Оскар сериал «Игра престолов», проявить свои геймерские познания в разделе «Игротека» и угадать популярные песни в детском исполнении. А вот после кофе-брейка командам предложили сыграть в интеллектуальное казино. Ставки сделаны, и впереди у них три непростых раунда. Воздушный акробат, танцор, рок-певец, спортсмен и музыканты. А вы угадаете, кто есть кто? Эрудиция здесь бессильна, так что интеллектуалам пришлось обратиться еще и к своим чувствам. Сумевшие проявить суперинтуицию и правильно соотнести хотя бы троих людей с родом их занятий, смогли удвоить свои ставки в следующем раунде. Игра была вообще замечательной, честно говоря. И вот эти экспериментальные этапы нам очень понравились. Говорили, что суперинтуиция сложна, но нам понравилось действительно, потому что это вживую, это интересно и в этом хочется участвовать. Завершающие два задания интеллектуального казино оказались не менее сложными. Как в старом шоу «Угадай мелодию», меломаны внимательно вслушивались в 4, 5, 6 или 7 нот, чтобы узнать популярные композиции. А в последнем раунде главный куш сорвали представители самого легкого и самого тяжелого веса. Победителями же по итогам всех испытаний среди студенческих команд стали представители Политеха. Коллектив почти программисты, а среди независимых участников отличились лидеры многих этапов зачета – команда «Шпинделя». Сегодня прям была такая хорошая атмосфера, плюс видно, что организаторы растут. Сегодня было очень много продуманных новых вещей. Как бы мы довольны. Как выбираете, что читать, чтобы подготовиться? Ну, как бы это сложно, чтобы прям что-то конкретное. Просто то, что интересно. Всегда бывает так, что какой-то новый интересный факт. Вот, допустим, сегодня был вопрос про лысого ежика. То есть совершенно случайно вот у нас девочка из команды его узнала. Поэтому тут сложно подготовиться к таким штукам. Просто общая эрудиция. Чем больше читаешь, тем больше знаешь. Немножко опыт, немножко что-то новое читаем. Когда готовишь сам игры, все равно что-то узнаешь новое. Ну и плюс команда – это самое главное. У нас каждый специалист немножко в чем-то. Усилия призеров игры были вознаграждены ценными подарками. Но расслабляться пока рано. 6 декабря команды вновь встретятся в «Химике» на финале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова